МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии Твое ТВ звездные гости. Знакомьтесь, Иван Зимин, победитель этапа Уральского федерального округа международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского и его преподаватель Алевтина Сергеевна Меленькова. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Международный конкурс имени Петра Ильича Чайковского это одно из самых престижных событий в музыкальном мире. Скажите, пожалуйста, почему именно этот конкурс считается достоянием России? На самом деле это самый престижный конкурс нашего государства. Во-первых, он начался еще в прошлом веке. В этом году будет уже проводиться 16-й конкурс. Участники этого мероприятия, это известнейшие музыканты со всего мира. Начинался конкурс всего в двух номинациях. Это была фортепиано и скрипка. Через год, то есть через 4 года добавилась филончель, потом добавился вокал, и только в этом году добавилась еще одна номинация. Это духовые инструменты и ударные. Так что конкурс разрастается, он разрастается и по составу, он разрастается и по количеству, и по качеству участников. А кто представлял игру на этом конкурсе? Было три этапа. Первый этап это муниципальный. То есть в каждом городе проходил этот конкурс, от города выдвигалось 5 победителей. 5 номинаций во взрослом конкурсе Чайковского, 5 победителей. Дальше было соревнование окружное. Опять же, только 5 победителей. И уже финальный этап в Екатеринбурге. Это опять они выявили только 5 победителей. Нужно сказать, что из 5 победителей, четверо это представители нашего округа. То есть наш округ выступил достойнейшим образом и показал себя во всей красе. Иван, скажи, пожалуйста, а что было самое трудное? Самое трудное было выдержать эту эмоциональную нагрузку. И также мне приходилось очень много заниматься. Я сильно уставал, но это все-таки дало свои плоды. Я победил в этом конкурсе. Конкурс носит имя прославленного композитора Петра Ильича Чайковского. А у тебя есть любимое произведение этого великого автора? У меня есть много произведений, но среди них выделяется первая симфония, которая называется «Зимние грезы». Также его цикл «Времена года» и детский альбом. Большую роль в популяризации виолончельного искусства сыграл Мстислав Ростропович. Этот человек является для меня примером. Я часто слушаю записи произведений, которые он играл, чтобы найти в этих записях какой-то идеал для исполнительства на виолончели. Альфтина Сергеевна, каких результатов вы ждете от ваших учеников? Конкурсная жизнь – это не основная наша жизнь. Основная наша жизнь – это рутинная учеба. И как раз в этой форме способные трудолюбивые ученики достигают нужных профессиональных высот. Я думаю, что самое главное для них – это качественно учиться, быть трудолюбивыми. А результатов, я думаю, мы всегда добьемся, если будет хороший результат именно на уроках. Иван, всем, кто находится в нашей студии и нашим телезрителям, не терпится услышать звучание твоего инструмента. Сейчас Иван исполнит на виолончели отрывок произведения Гоинца «Скерца». Спасибо. Это очень здорово. Иван, Альфтина Сергеевна. Желаем вам творческих успехов, удачи. И, конечно же, мы ждем вас в нашей телевизионной студии. Это Твое ТВ. Мы продолжаем. Кататься на горных лыжах мечтает каждый. Югорские мальчишки и девчонки с особенностями развития покоряют горнолыжные склоны. Лыжи мечты помогают ребятам сделать свою жизнь яркой и активной. Поверить в себя. Лыжи мечты – это уникальный проект. Реализуется здесь по поручению губернатора Югры Натальи Владимировны Комаровой. Этот проект позволяет развивать выносливость, силу, координацию и позволяет поверить в себя. Мы провели сезон, занимались с детьми, прошли определенные тренировки. И мы подводим как итог заключительных соревнований. Посмотреть, каких результатов достигли наши дети. Сегодня стартует 42 ребенка. Очень хороший результат у них, где мы съездили на основание в Тюмени, где были у нас призовые места, были победители, призеры, победители были. То есть как бы все у нас идет очень хорошо. Да я люблю кататься на лыжах. И занять призовое место тоже было бы неплохо. А вообще кататься на лыжах – это ой, как круто! Но я бы хотела заниматься чем-нибудь интересным и может даже сама кататься на лыжах. Смотрите в глаза родителей, в глаза ребят, с каким удовольствием, с каким азартом они будут спускаться со склона. И я сам люблю этот вид спорта, зная, насколько это сложно, насколько это надо быть высококо координировано. Ребята, вроде бы им тяжело передвигаться на ногах, но когда они встают на лыжи, то складывается впечатление, что они парят над склоном. Зная наших, Юрий Слюсарь – призер всероссийского конкурса «Ученик года-2019». Знакомиться с одним из лучших учеников Югры отправляемся в «Нефтьюганск». В четвертом классе умные родители Юры подарили ему фундаментальный исторический труд Костомарова. Мальчик решил заглянуть и неожиданно увлекся. А еще Юра – барабанщик в группе «Северное сияние», выступает с концертами. Конкурс «Ученик года» был для Юрия в радость. Все пять дней соперничества с лучшими школьниками со всей страны были напряженными. К примеру, нужно было по-особенному представить регион. Одни привезли мед, другие – рыбу, а Юра – магнитофоны. Первый звук – это обряд шамана с использованием бубна. Второй звук – это у нас был варган. Третий звук – это звуки кедра, вообще леса нашего, звук падающих кедровых шишек. И последний как раз – это был звук белых ночей, это звуки плещущегося муксунастры, катания кузнечиков, комары, свиристель. И когда мы это все соединили, уже получился общий звук. В итоге Юрий Слюсарь занял на конкурсе второе место. Но для него самым важным стал приз зрительских симпатий. Ведь его определяли прямые соперники нефтьюганского школьника. Чем накормить Луну? Почему нельзя дразнить небесное светило? В эфире рубрика «Говорим на родном языке». Накормить Луну? Оказывается, это возможно. Вы спросите, как и чем же можно угостить небесное светило? Чтобы ответить на этот вопрос, мы побывали на празднике коренных народов Севера – тылощ Поры. Ну а пока идет подготовка к празднованию, предлагаю посмотреть историю, почему Луну дразнить нельзя. Жила-была старая женщина. Вместе с ней жили внук и внучка. Как-то вечером старая хозяйка ужин стала готовить. А пока не видела бабушка, стали ребятишки над Луной смеяться, рожи цепочить. Терпела, терпела Луна, да и рассердилась крепко на ребятишек-проказников. Шумом и грохотом влезла в дверь и кричит старой женщине. Где твои внуки-боловники? Хлеб на столе кричит. Сердитая Луна, много ты съела безвинных детей и теперь снова пришла. Человек меня на горячей воде замешивает. Печет в горячей печке, режет меня на куски, а я не сержусь. А ты, Луна, почернела. Небо без света оставила. Землю без света оставила. Непорядок. Луна с шумом вышла из дома и поднялась на небо. Бабушка вышла на улицу, посмотрела. Луна снова светит в ночном небе. Зашла она в дом, выпустила своих внучат. Они и теперь живут. Только Луну не дразнит. Что мы сейчас будем лепить? А мы сейчас будем лепить вот животных разных для обряда. Это у нас жертвенные животные. Вот здесь у нас есть фигурки лошадей. Если по-хантейски сказать, это будет лов. Здесь олень. Вули, вули. Вот здесь у нас еще и животные. Значит, ош, это речка. Тоже домашние животные. Коровы есть у нас. То есть мис. Ай, мис Мозен. Может быть, и теленочек, да? Вот такие у нас жертвенные животные. Потом будем их выпекать. Наши фигурки уже готовы. Я думаю, можно нести в печь. Ой, настряпало-то. Символические фигурки животных, они будут приноситься в жертву. Это бескровный обряд. И подаваться Луне. У ханты и у манси все дела делаются на растущую луну. Но убывающие нельзя. И вот на растущую луну уже в такой достаточной фазе проводился этот обряд. Когда его проводили, обязательно молились, просили, чтобы больше было рыбы, зверей, чтобы благополучно росли наши дети, взрослые, чтобы охота хорошая была. После обряда мальчишки и девчонки попрыгали через нарты. Да и взрослые не отставали в состязаниях по перетягиванию каната. И вместе отгадывали загадки по древним легендам. Луна угощение коренных жителей приняла. Можно готовиться к следующим календарным праздникам. Андрей, заглянем в соцсети. Какие новости постят нам ребята? Привезти медали из Португалии? Легко. Невчуганские спортсмены стали бронзовыми призерами на международных соревнованиях по спортивной аэробике. Милена Маматханова и Арсений Миятович стали обладателями наград в дисциплине «Смешанные пары». А ты хорошо знаешь правила дорожного движения? Ребята из Сургутского района уже проверили свои знания в конкурсе «Безопасное колесо». В программе соревнований, кроме ПДД, участники сдали экзамен на оказание первой доврачебной помощи и даже показали себя в фигурном вождении велосипеда. Мексиканское золото едет в Югру. Айшат Рамазанова, спортсменка Центра адаптивного спорта из Нижневартовска, одержала победу по Паре Техвандо в международном чемпионате в Мексике. За место на педестайле боролись более 50 спортсменов из 18 стран мира. Все, что вы сейчас видели, это работа ребят из разных городов и поселков Югры. И ты тоже можешь к нам присоединиться, твикнуть нам. Каждый из вас может стать нашим специальным корреспондентом. Стать частью нашей дружной ТВ-команды. Впереди много интересных событий. Расскажи о них. Это твое ТВ. С вами были Алина Дреженко и Андрей Орлов. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!